Все антибиотики на планете Земля перестали действовать, и мир захватили бактериальные инфекции. Это, конечно, преувеличение в духе научно-фантастического фильма, но как раз научное основание у него есть. Такой сценарий апокалипсиса возможен, если мы и дальше будем неправильно утилизировать лекарства. Отчасти поэтому организация «Мусора больше нет» Барнаул больше года назад начала собирать просроченные медикаменты и упаковки от них. А теперь, как рассказала Ольга, решили установить контейнеры в аптеках, чтобы людям было еще проще отдавать лекарства на правильную утилизацию. Мы предлагаем аптекам подключиться к проекту, дать добро. УМПО готовы привезти к ним, поставить брендированный контейнер для сбора лекарств и осуществлять его, вывоз из этих контейнеров два раза в месяц. То есть от аптеки требуется только одно – дать согласие на то, чтобы контейнер стоял у них. Так проще. Ведь привозить медикаменты на акции по сбору могут не все, а это вопрос важный. Блистеры из-под таблеток разлагаются очень долго. Но есть и причина, о которой часто говорит, вероятно, главный популяризатор доказательной медицины в России Алексей Водовозов. Ученые выяснили – антибиотики просто так выкидывать нельзя. Не рекомендуется смывать такие антибактериальные препараты в общедоступную канализацию, поскольку нам не нужно воспитывать никакие устойчивые штаммы бактерий в той же канализации, и вы не знаете, какой монстр потом оттуда выберется. Монстров бактерий часто выращивают и на фермах, рядом с курочками и коровками. Ведь последних нередко кормят антибиотиками без необходимости, при этом очень много действующего вещества просачивается в землю. Его всегда недостаточно, чтобы убить всех бактерий, поэтому выброшенное лекарство фактически выращивает новые, мощные и устойчивые организмы. Это хорошо показано на знаменитом эксперименте. Огромную чашку Петри поделили на 9 секций с разным содержанием антибиотика. По возрастанию от краев к центру на краешках нет антибиотика, а в середине доза в тысячу раз больше, чем может пережить бактерия. На чашку пускают кишечную палочку. На ускоренной съемке видно, как возникают новые штаммы, мутанты, что уже не боятся концентрации, от которой умирала их родня. И спустя 11 дней им удается прорваться в область с тысячекратным содержанием антибиотика, который может перенести дикий тип. Такие же дикие типы мутанты вырастают, когда мы с вами выбрасываем антибиотики в унитаз или просто в землю. Отчасти и поэтому врачи и фармацевты сталкиваются с пугающим явлением. Какой-нибудь вид антибиотика просто перестает работать, поскольку выросла устойчивая форма бактерии. И именно поэтому существуют компании, которые занимаются правильной утилизацией медицинских препаратов. Отходы мы утилизируем на специальных плавильных печах-интенераторах. То есть температура в камерах горения от 750 до 1500 градусов. Остается горстка пепла, то есть она не загрязняет уже ни экологии, воздуху выбросов нет. Наталья представитель компании, в которой согласились бесплатно собирать лекарственную просрочку барнаульцев и после сжигать ее. Нам рассказали, что и раньше были люди, которые сами приносили свои просроченные препараты на утилизацию. Теперь на акции «Мусора больше нет» Барнаул собирают до 60 килограммов старых лекарств ежемесячно. Когда в аптеках города появятся контейнеры, будет еще больше, а значит планета станет еще чуть дальше от катастрофы. Осталось только, чтобы аптеки согласились. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.